Жизнь варам, ауе, рот в говне. Сегодня чаёк пью, с такой вот небольшой кружечки, но через трубочку. Шо я хотел сделать? Хотел вообще за свою жизнь, конечно, стать успешным, но не об этом. Я тогда уберу вот эту штуку, она мне не нужна сейчас. Так вот, у меня тут ВКонтакте с сообщениями с самим собой, чтобы ФСБ не прочитало, была закладочка, называлась она Кринж. Я там запилил один видосик, специально, чтобы с вами вместе его посмотреть. Но вот, обратите внимание на экранчик, тут вот такая запись не найдена. Почему? Потому что с паблика, где я его нашёл, его, собственно, удалили. Зато не удалили всякую другую хрень, по типу рекламы всяких никому нафиг не нужных исполнителей. Очень классная реклама, мне нравится. У всех любовь, но я слушаю новый трек Золотова. Проблема в том, что сам трек забыли поместить под запись. Очень хорошо заказываете рекламу во всех пабликах, вот таких вот тематических. Ещё есть такая, Никто. Я не специально так запинаюсь, его имя реально очень сложно прочитать. Ох уж эти рэперы, которые делают ники непонятно и на что. На самом деле его зовут Грен, этот, Греч... Да короче, хрен с ним. А, ещё, кстати, у меня вот тут вот тень, я не знаю, как от неё избавиться. Она чисто между глазом и носом, вот. У меня и тут источник света есть, и тут источник света есть, но эта тень, она просто там... Просто смиритесь с тем, что там есть тень. Премьера трека, Сява Мажор, максимальный репост и поддержку. Очень вовремя, 20-20, карантин, время того, чтобы вспомнить Сяву... Бодрячком, пацанчики, бодрячком. Мне кажется, Сява как коммерческий проект, как артист уже давно выгорел, ещё в каком-то там 2010 году. Как раз тогда, когда вышла песня про озеро. Внимание, видите на своём экране табличку. У вас есть всего 5 секунд, чтобы написать в комментариях правильный ответ. 3, 2, 1, всё, она исчезла. Больше... В смысле? Ну ты ж... Ты не успел? Ладно, для тебя, для такого вот человечка, ещё разок. Ладно, всё, ну этого тебе должно было хватить, если что отмотаешь. Жду ответа в комментах и ставь лайк, если любишь свою маму. Также мне в руки попалось очень... Неоднозначное изображение. Вот, собственно, изображение. Вот оно вот так вот выглядит. Сейчас я его открою. Вот. И попробуйте, пожалуйста, за 5 секунд, не сломавши свой мозг, определить, где чья рука. Даю вам немножко времени. Всё, собственно, время вышло. И сейчас я вам подробно объясню, где чья рука. Итак, прошло всего лишь 6 лет с того момента, как я открыл фотошоп. Вот, как вы видите, вот он открылся. Пожалуйста. И сейчас я вам на отдельно взятом слое похожу, что тут и где. Чтобы вы не тупили. Вот, ещё раз, пожалуйста, близко смотрим, что тут и как. Пытаемся сломать мозг, у нас не получается. Ну вообще, ну фиг знает, где тут чья рука. Сейчас всё подробно объясняю. Берём чёрную кисть. Она у нас нормальная? Да, она у нас очень хорошая, классная. И рисуем руку вот этой вот милой даме. Ну вот, сейчас поближе сделаю. Вот, и теперь, я думаю, им сразу стало понятно. Вот, пожалуйста, как это всё? Если что, ребят, вот, пожалуйста, это пруф. Я могу всё, что угодно. Обращайтесь, делайте заказики, превью, всё остальное. Так для чего я вас здесь сегодня всех собрал? Не для того, чтобы сообщить, что панда гей. Я нашёл небольшую альтернативу. Я нашёл человека, который точно знает, что вам сегодня понравится. Если вам вдруг не весело, вдруг вы вот так вот сидите, вот. Очень скучно, делать нечего. Просто кликайте вот на вот это вот видео, которое называется. Кажется, я стал тикток-зависимым. Все меня понимают. Ох уж эти молодые тиктокеры делают из нах, из наха. Нахань. Нах. Ну и сейчас, собственно говоря, я посмотрю. Нашёл подборку самых, господи, самых, не побоюсь это слово, величайших смешных тиктоков. Не смотрел их и сейчас посмотрю. Тоже, что-то я не понял. Геннадий Горин. Ещё раз, по мнению серого пенала, вот его ник вот где-то вот здесь вот написан, вот. Ну, вы видите, собственно говоря. По мнению серого пенала, это самые-самые интересные тиктоки за последний день. Это вот, знаете, вот этот вот мем? Наелся и спит. Ой, Аня, у тебя парень умер. Это оказался мой друган, потому что я живу в общаге. Блин, ну хер. Просто ржомба. Ставлю класс. Я сейчас, подождите, давайте ещё раз. Нет-нет, вот-вот. Во-первых, какого хрена называется серый пенал, если он максимально разноцветный в заставке? Братан, ты очень сильный. Для меня... Про очко шутка. Проснулся от того, что что-то щекочет мою очку. Лиза, это действительно смешные тиктоки некоторые. Нет, это не после столовки. Это когда девушка готовит новое блюдо, и ты у неё спрашиваешь, а ты точно умеешь готовить? Ты точно нормальный знаешь рецепт? Она говорит, да-да, я уже сто раз так делал. И вот потом ты кушаешь, и вот просто через две минуты. Ну, с учётом того, что вирус, никто гулять не пойдёт, ребята. Никто гулять не пойдёт. Ещё раз предупреждаю, сидите дома, смотрите мои видосы. Обязательно. Вот сейчас тот момент, когда нужно подписаться на канал, если вы не подписаны. Потому что топовые блогеры очень часто говорят, «Вот, у нас 50% людей, которые нас смотрят, это не подписка». То есть, Ютуб даёт, типа, кто подписан, кто нет. Типа, вот, это не подписан. Обязательно подписывайтесь на канал. Так вот, вы знаете, что у меня на 200 просмотров в неделю тоже, оказывается, 50 просмотров из вас, голожопики, не подписаны на канал. Так что, если не хотите попасть в детдом, быстро нажали «Подписаться» и поставили на колокольчике всё, что нужно. А то я приеду, сфоткаю тебя голым и покажу твоей мамке. С другой стороны, а шо она там не видела? У меня так каждый раз девушка говорит, когда входит в комнату. КТО ГУБАК! Да, запишите, пожалуйста. А, я записать должен. Сейчас, ладно, хорошо. Запишите, пожалуйста. Пожалуйста, придумайте мне что-нибудь, какую-нибудь шутку, ну, в этом видео, чтобы она была смешная, потому что я сейчас не могу. И в следующий раз я, ну, такое же видео когда буду снимать, вот я и скажу, ладно, хорошо. Всё, ладно, пока. Да что ты паришься, это, это не тебе приходит, это мне. Я просто это видео ВКонтакте смотрю, но не могу никак отключить сейчас. Итак, сейчас я буду мотаться трубкой. Смотрите, слушаем. Геннадий Горин мне очень нравится. В последнее время он от Гетельмана совершил такой грандиозный мать его отрыв, что у Геннадия Горина больше миллиона подписчиков, а у Гетельмана сто с чем-то тысяч. Я не понимаю, как так. Вы хоть видели сиси Гетельмана? Вот теперь видели. А после этого вы уже ничего никогда не увидите. Это словно на сварку два часа подряд смотреть, в упор не моргая. О, ставь лайк, если у всех есть такие видео, где неудачный паркур. А у меня, кстати, тоже есть такое видео, и, пожалуйста, вот его в студию. Я тот, что в синей кофточке. Стоп нажимать или паузу? Эээ, паузу, у тебя нет, стоп сразу нажимай. Так стоп, я упаду, меня потом снизу. Угу. Блин, я боюсь. Давай. Может, ты его там проверить, нет? Проверено уже, поборо. Что? Так вот, я что хочу сказать. Кошка это кошка, а собака это собака. А говно это говно. Поэтому, давай так. Ты меня любишь? Если ты меня любишь, то ты педофил, потому что я выгляжу вот так. Это реальная моя фотка. Еще одно видео. Скоро выйдет у меня. Ты думал, мы сейчас будем смотреть видео? Нет, не будем, конечно, смотреть видео. Шнурок, может быть. Может быть, соно? Отлично. Для тех, кто, кстати, не знал, у меня на канале проходят стримы. Иногда бывает. Вот. Там мы набрали уже на два трека, поэтому скоро я буду записывать два трека. Ну, если нет, то... То давай свою письку сюда. Ой, перепутал. Давай свою письку сюда. И, кстати, жду в комментариях... Что-то она пыльная. Жду в комментариях, сколько длиной писька. Особенно, если ты девушка. И более интересно узнать. Очень не смешно было. Собственно, с вами был Бэтбой Вано. И вот эта Лиза, которую видно на заднем плане... Я соврал. Всем пока. Под осиновой березой снова зомби я нашел.